привет друзья рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас будет с вами технический выпуск мы будем с вами заниматься тюнингом нашего лэйзи бэга собственно мешка в котором лежит наш main сейл или как наверное у вас говорят грот и так с мешком у нас были некоторые проблемы то есть в положении когда мы идем парус конечно же туда ложился собирался с этим проблем никаких не было но были проблемы когда мы находимся на стоянке у нас наш парус вылазил из мешка и не хватало собственно высоты мешка для того чтобы парус надежно защищать мы решили раз уж мы здесь стоим и у нас появилась возможность немножечко нужно было прошить наш main мы его сдали в ремонт то есть раз уже вот это все разбираешь значит тогда есть возможность разобрать снять наш лэйзи бэг отнести его в другую мастерскую и привести его в порядок вот увидите на фотографии наш мешок и парус который из него торчит то есть грубо говоря у нас по всей длине мешка был zip то есть замочек который вот вы тянете и он должен был закрывать но закрывает он его во первых не полностью до какого-то момента во вторых у этого zip от солнца иногда вываливаются части вот самого zip а и со временем это пришло в абсолютную негодность короче говно в общем вот тут будут сделаны наши материалы нам необходимые то есть лэйзи бэг будет сшит вот весь как раз в этом месте я надеюсь все у нас получится несмотря на языковой барьер отчасти так вот он наш мешочек я его уже поставил процесс установки я думаю это не настолько был принципиален давайте я вам просто покажу как это делается и вот здесь в буме есть паз и в этот паз вставляются вот такие вот вставочки то есть они могут ездить чуть-чуть влево вправо они идут не по всей протяженности бума то есть он весь не вставляется потому что если сделать весь то в него будет попадать вода а здесь у нас есть вот эти вот вставки которые идут в паз и их у нас раз два три и четвертое в самом конце что у нас здесь у нас есть здесь прошит прошивка то есть усилитель и есть вот такие уши на которых идут лэзи джеки кто не знает что такое лэзи джек это веревки на которых поднимаются на которых собственно держится этот весь мешок лэзи джеков у нас идет 4 и внутрь сюда вот вы видите здесь вот есть такой большой длинный карман сюда вставляется батон то есть это такая пластиковая фигня которая держит собственно форму по всей длине вот этот батон то есть он сделан из стеклопластика вот такая вот у нас круглая штука она же и в мэйн цели также вставляется для того чтобы пару сдержал форму но у нас это все выглядит вот так вот такой длинный батон вставляется вот видите вот это белая белый клапан это большой карман и он идет по всей всей длине то есть это такая длинная палка которая вот собственно держит форму и вот вы видите если я его сейчас вот там начинаю поднимать это верхняя часть нашего лэзи бэга который держит форму и когда сюда на эту сторону зайдут лэзи джеки то это вот все вот так вот поднимется кверху теперь что у нас следующий шаг что мы сделали вы подняли одну сторону мешка а вот эту сторону мы пока не поднимаем потому что мы ждем наш парус и когда этот наш парус придет мы его сначала сюда все заправим а потом поднимем вот эту вот часть и у нас будет мешок с двух сторон но что же мы сделали видите вот этот вот большой клапан это будет сверху крышка которая будет закрывать наш весь лэзи бэк и вот эти разрезы это как раз то что будет идти вокруг вот этих лэзи джеков они будут сюда подниматься а вот эти веревки они будут там снизу крепится и будет такая большая крышка но давайте сейчас парус приедет я вам покажу но перед этим я вам покажу еще кое-что я добавил сюда вот так спереди большой клапан который идет вот так вокруг мачты это сделано исключительно для того чтобы когда у нас парус находится в мешке чтобы он не выгорал на солнце вот у нас получается этот мешок идет вокруг мачты а вот этот клапан он будет внутри ну то есть сейчас парус приедет я это все соберу вам покажу но пока я сделал вот эти все клапана вот это вот все и нам этот мешок сшили стоимость переделки нашего мешка получилось 300 баксов и так наш мешок готов мы договорились что когда у нас через несколько дней будет готов парус и если что-то соберется неправильно мы будем просить исправить наш лэйзи бэк но пока мне кажется все нормально а на объем рэди найс вы просили чтобы в наших видео было больше обучения давайте я вам сейчас покажу один из уроков которые мы используем нашей школе вернее его небольшую часть чтобы вы понимали что же мы собственно собираем в парусе как мы собираем main sail и где какие веревки и за что они отвечают ну что немножко теории у main sail а есть три точки точка крепления которая находится ближе к мачте называется main так . которая растянута по буму называется клю и верхняя точка которая поднимается на хальярде называется main head и так угол main sail так у нас жестко крепится к мачте шакелем далее по горизонтали вдоль бума мы натягиваем наш парус веревкой которая называется out hole ну и к верху он поднимается обычный main sail хальярд так работает main парус когда на нем не используются рифы просто растягивается по трем точкам и так у нас есть три точки на которые растягивается парус как сделать так чтобы уменьшить площадь паруса мы просто приматываем наш парус к буму где-то в какой-то точке посредине паруса и так у нас получается 3 рифа это 75 процентов площади 50 процентов площади и 25 процентов площади 3 планка рифов и 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 у нас идет риф и это low friction ring мы сюда вставляем мы сюда вставляем так и все он там не перекручивается все нормально так все с этим пока все вершин будем поднимать дальше так а его потом мы заведем внутрь мачты над и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...